На территории Республики Южной Осетии застегший период не зафиксирован сбыт тяжёлых наркотических средств. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество лиц, употребляющих наркотические вещества. По словам сотрудников Министерства внутренних дел, многие выезжают за пределы республики для приёма наркотиков. И среди выявленных случаев есть и употребление тяжёлого наркотического средства метадон. В течение последнего времени в Южной Осетии не выявлено фактов сбитых тяжёлых наркотиков, таких как героин, метадон, кокаин и их аналогов. Но наказались ли лица, въезжая за пределы республики, для употребления и приобретения тяжёлых наркотиков. Метадон – полусинтетический лекарственный препарат. Он запрещен во всех странах мира. В некоторых штатах Америки его также используют в качестве анальгетика для лечения хронических болей. Сейчас метадон является наиболее распространённым наркотическим веществом на улицах. Это очень сильный наркотик, от которого ломка сильнее, чем от других средств. На территории республики Южная Осетия не зафиксирован ни один случай сбыта метадона. За последние 10 месяцев текущего года сотрудниками УКОН, криминальной милиции и МВД республики были задержаны по подозрению в употреблении наркотических средств 63 человека. В 8 из них в крови обнаружен тражёрный наркотик метадон. За 10 месяцев текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли запрещенные психотропные препараты, 184 куста культивированной конопли и 1711 кустов дикорастущей конопли. Фигурантами уголовных дел стали 16 человек. За 10 месяцев к уголовной ответственности за незаконное культивирование конопли привлечено 12 человек, к административной ответственности – 11. Кроме того, следственное управление МВД возбудило уголовные дела в отношении двух жителей республики за незаконный ввоз и хранение лекарственного препарата «Лирика» и его аналогов. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли 37 грамм марихуаны, 100 капсул «Лирики», 205 таблеток баклосана, 118 пакетиков сосательного табака «Снюс», 164 куста мака. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.